Арт-терапия в комплексной реабилитации онкологических больных. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу поделиться собственным опытом работы арт-терапевтическими методами в комплексной реабилитации онкологических больных. Ну, арт-терапия – это всем известное направление психотерапии. Оно основано на применении искусства, творчества. Очень часто это используется в очень узком смысле слова. Когда под арт-терапией подразумевают только терапию изобразительным творчеством, основная цель которого – воздействовать на психоэмоциональное состояние. Ой, прошу прощения. Впервые этот термин был предложен в 1938 году Хиллом. Он описал собственную работу с больными и назвал вот эту работу как раз-таки арт-терапией. Но современная арт-терапия включает в себя достаточно много направлений. И вот сегодня на предыдущей сессии прозвучала такая фраза, что танцедвигательная психотерапия не является арт-терапией. Хотя на самом деле современная арт-терапия включает и такой раздел. Сюда относится изотерапия, то есть воздействием изобразительного искусства. Это лепка, рисование, декоративно-прикладное искусство. Это имаго-терапия, воздействие через образ. Музыка-терапия, сказка-терапия, работа с мандалами и так далее. Главная цель арт-терапии, независимо от его метода, состоит в гармонизации психического состояния, через развитие способности человека к самовыражению и самопознанию. И ценность искусства в данном случае заключается в том, что на символическом уровне можно выразить и исследовать свои собственные самые разнообразные чувства, переживания, свои эмоции, любовь, ненависть, злость, страх, боль и многие-многие другие. Методика арт-терапии базируется на убеждении, что содержание внутреннего «я» человека легче отразить в завзрительных образах, каждый раз, когда он рисует или пишет картину, или слушает музыку, лепит скульптуру, в результате чего происходит гармонизация психики человека. Показаний для арт-терапии бесконечно много. Это проблемы физического, психического, эмоционального развития, стресса, депрессия, всевозможные тревоги, фобия, одиночество, межличностные конфликты, семейные конфликты, негативные «я» концепции, низкая самооценка и многие-многие-многие другие. В то же время, в последнее время появилось достаточно много работ различных авторов, и я здесь всего две ссылочки дала, что арт-терапия очень широко используется в работе с онкобольными. Она может использоваться как в сочетании с другими методами психотерапии, так и в качестве самостоятельной формы психологической помощи. Человек обретает внутреннюю гармонию с помощью арт-терапии, поскольку возможность самовыражения и самопознания помогает избавиться от многих подсознательных негативных процессов, таких как страх, тревога, чувство напряжения, даже боль, что, собственно, связано с онкозаболеванием. Метод, как показывает моя собственная практика, не имеет ограничений противопоказаниям. Единственным ограничением является состояние общей физической истощенности пациента, хотя, опять же, по опыту скажу, что использовала даже с пациентами в реанимации, ну, конечно, безусловно, кто находится в сознании, просто предоставляла раскрашивание мандал. Из общего числа всех перечисленных средств арт-терапии чаще всего в моей практике я использую рисунок, поскольку это самый простой, безопасный метод снятия напряжения и очень удобный, поскольку очень часто человеку, пациенту легче выразить свои вот эти все переживания с помощью зрительных образов, а не просто в разговоре с психологом. Следует заметить, что для некоторых людей вообще невозможно говорить о своих проблемах, следствие, например, операции, ну, например, по поводу, там, рака гортания. И только посредством рисунка, об этом был доклад уже я делала, пациент может выразить в себя свои чувства и свое состояние. И здесь задача психолога – предоставить возможность как раз-таки вот этого самого выражения каждому пациенту. Арт-терапия осуществляется в несколько этапов. Первый этап такой достаточно самый сложный, когда решаются социально-коммуникативные задачи, то есть вот эта необходимость преодолеть сопротивление, которое связано с самым распространенным таким комплексом – неумение рисовать. Потому что все пациенты без исключения начинают с того, что они не умеют рисовать, а потом выясняется, что они художники. Второй этап – уже, собственно, сама терапевтическая задача. Вначале целесообразно выдвигать какую-то конкретную тему для рисования, а в дальнейшем уже активность предоставлять самому пациенту. Особенностью заключается в том, что тема лучше всего, выбирать такую, которая имеет потенциальную способность вызывать последующие обсуждения. Темы могут охватывать различные области жизни человека, в том числе и доболезненный период. В дальнейшем в центре внимания психолога оказывается уже не само произведение, а личность его автора – интерес к работе, предположение, комментарии, эмоции. И в завершении, собственно, окончании происходит обсуждение работы. Дискуссия начинается, естественно, с вопросов психолога, а дальше уже, как бы, собственно, психолог только стимулирует беседу и для того, чтобы проработать чувства больных. В данном случае я вам показываю исследование, которое было проведено в течение 6 лет на 112 пациентов, которые прошли лечение в онкологическом центре имени Блохина. Каждому пациенту было проведено от 5-6 индивидуальных занятий партерапии два раза в неделю продолжительностью от 45 до 60 минут. И для оценки, как бы, так скажем, динамики психического состояния использовали госпитальную шкалу тревоги и депрессии. Я не буду здесь комментировать, да, вы видите, что уровень тревоги, соответственно, снизился с 12 баллов до 8,6, и хотя достоверных различий по критерию студента нет, тем не менее, динамика улучшения общего состояния и самочувствия, она отмечалась. На данном слайде представлена данная методика госпитальной шкалы тревоги и депрессии, и если первоначальная диагностика, то есть до начала арт-терапия, без депрессии всего лишь 16% было пациентов, то после курса, то есть 5-6 занятий, больше чем в половину увеличилось количество пациентов без депрессии. Ну и вот продемонстрирую случай, который я уже демонстрировала. Это пациентка, молодая пациентка, которая оперировалась по поводу рака языка. Значит, первый рисунок, который вы видите слева, это пациентка, которую я нашла, когда пришла к ней первый раз на консультацию. Она не хотела ни с кем общаться, и вообще жизнь для нее закончилась, потому что она на тот момент не могла разговаривать. Дальше в ходе беседы пациентка рисует в середине рисунок, как она себя видела до операции. Через 2 недели встречи, это крайний рисунок справа, как она видит себя в настоящий момент, и через 2 месяца, как она видит себя вот уже спустя 2 месяца занятий. Я хочу отметить, что здесь еще работал логопед, который, конечно, безусловно, восстанавливал речь. Это опыт работы с методикой с использованием рисунков здоровья и болезни. На крайнем слева рисунке это здоровье рисует пациентка. Потом, когда ей предложено нарисовать болезнь, она откладывает лист и рисует вот такой яркий цветок, а внутри вот этот вот цветочек, который она и первоначально нарисовала, вот это и есть болезнь, которую на данный момент она не видит, поскольку она видит только вот свое здоровое состояние. Результаты творчества, они достаточно точно отражают внутреннее состояние пациента, поэтому я эти техники арт-терапии использую в качестве диагностического материала. Полученный материал помогает проанализировать проблемы пациента, которые порой он не осознает сам. Ну и вот еще один такой замечательный рисуночек. Вот вы здесь видите вторичную выгоду болезни. Это вот болезнь, это вот это вот облачко с такими вот ручками. И, соответственно, вот этот цветок, который он накрыл, это здоровье. Спасибо за внимание. Я рассказала о опыте работе в онкологическом центре. Сейчас я сменила работу и заново пришла в организацию, где никогда не работал онкопсихолог. И, к сожалению, врачи не знают о том, для чего нужен психолог. И мне заново, так скажем, как много лет назад, когда-то в онкологическом центре строилась работа, и сейчас приходится создавать эту службу. И, с одной стороны, я сейчас, у меня такое уникальное чувство доякое, с одной стороны, я чувствую, как будто бы я заново эту работу делаю, с другой стороны, мне помогает тот опыт, который я накопила, в том числе и благодаря вот этим встречам на белых ночах, и тому опыту, которым вы в свое время делились вместе со мной, выступая здесь на трибуне. И хочу сказать огромное спасибо всем коллегам, членам ассоциации нашей, председателю нашей сегодняшней сессии, и вообще пожелать успехов нам в нашей очень сложной работе. Спасибо. Галина Андреевна, спасибо большое за яркий такой доклад. Пожалуйста, пройдите в президиум. Продолжение следует...